Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, я эксперт по управлению реальности. И сегодня я хочу продолжить с вами тему законов денег. И сегодня мы поднимем очень интересный вопрос того, что связано с моментами траты денег. Потому что тратить деньги с одной стороны все любят, да, приятно пойти на шопинг, приятно купить себе новые вещи, хочется купить себе новую машину, новую квартиру. Но при этом для большинства людей настоящая боль, когда ты начинаешь тратить деньги. Ведь ты в этот момент думаешь о том, что, блин, я отдаю деньги, я их копила, или я их тяжело зарабатывала, или а вдруг ко мне больше не придет денег. И вот эти все страхи, они очень часто наваливаются. И вне зависимости от того, сколько человек зарабатывает, вопрос вот этих сумм, потому что каждый распоряжается своими суммами, является болезненными. Стоит ли говорить про те траты, которые нам необходимо делать, и которые мы, например, уже не чувствуем. Например, это вещь, предмет, квартира, машина, взятые в кредит. Смотрите, мы взяли эту вещь, а мы уже ей обладаем. Это уже не мечта, мы уже ездим за рулем этого автомобиля, или живем в этой квартире, или пользуемся этим телефоном, а при этом нам каждый месяц необходимо за него платить. Наш мозг не понимает, он каждый раз очень сильно расстраивается. Почему? Ведь уже все, радости от покупки больше нет. Я уже чувствую, что это мое. Это как, знаете, в отношениях. Одно дело, когда вы познакомились, он пригласил на свидание, а он пишет романтическое сообщение. Другое дело, вы 10 лет вместе живете, уже ненавидите, кто как разбрасывает носки, и так далее, и так далее. И типа вопрос, ну почему? То есть тогда я мечтаю прожить с ним всю жизнь, а тут, ну почему этот человек рядом со мной всю жизнь, и он мне ее все время портит. Точно так же идет все с нашими вот этими потребительскими кредитами. Они нас очень сильно расстраивают. Аренда квартиры, то же самое, особенно аренда офиса, если такое есть. Каждый месяц, когда нужно делать эти платежи, постоянно задаешься вопросом. Ну почему? Почему мне нужно эти деньги отдавать? Вот если бы эти деньги я оставил, я бы мог на них сейчас купить себе вот это, я бы мог вот то. Есть такое? 100% есть. Коммунальные услуги. Для меня это всегда вообще было. Почему я должна платить за свет? Но он же есть, он просто есть, тепло. Почему я должна за это платить? Почему я должна платить за уборку территории? Почему? Вот это тоже всегда такая очень странная трата. Ведь она не приносит, мы этим всем пользуемся. Другой вопрос, если бы у нас забрали свет, забрали тепло, забрали воду, тогда мы бы платили за это с радостью. Но поскольку это становится нашей базовой единицей, мы этого совершенно не ценим. И для нас это настоящее душевное расстройство. Вообще все, что касается вот этих регулярных платежей за детские школы, там какие-то кружки, за наши какие-то банальные вещи, в общем все время возникает вот это почему. Почему я должен за это платить? Непонятно, да? То есть как-то жалко на этот день. И так получается, что обычно большее количество людей всегда испытывает некое страдание и даже можно сказать боль, когда расстается с деньгами. Потому что, блин, не хватает. Или как мама говорит ребенку, ну на, держи, ну это наши последние деньги, мама мне так кричала. Вот это последние, ты должна знать. А еще классно, знаете, когда вот никогда так не делаете. Я не знаю, делала ли вашу мама так, мамочка моя делала. Она не со зла это делала. Ну вот мы, например, шли на рынок. А рынок, это же было вообще, ну это предмет какой-то роскоши. На рынок идти, из чего еще там, на рынок Петровка, например, в Киеве такой модный был рынок или Владимирский. Вот мы идем, и там мама покупает мне какую-то куртку или сапоги и при этом всегда добавляет. Смотри, дочь, я покупаю тебе эту куртку за 50 долларов, она дорогая. Это мне эти деньги очень тяжело достаются. Ты должна меня поддерживать и помогать. И в общем, я вместе с этой курткой чувствую, что просто такое чувство вины, что забираю у мамы эти деньги. Что, в общем, ну в общем, все, я теперь за эти деньги все должна. Как будто бы в рабство попадаю. И у меня жуткий дискомфорт вообще и от этих денег. И я думаю, господи, вот эти деньги, они все только портят. И вот эти все вещи на меня накладываются. Так вот, ребята, возвращаемся опять к нашим деньгам как к партнеру. Только представьте себе, что деньги это партнер. И вы говорите своему партнеру, вот ты должен знать, что я, конечно, выхожу за тебя замуж, но всю свою жизнь я растила себя. И если ты меня когда-нибудь обидишь, и если ты то, и вот вы навешиваете кучи обязательств своего партнера и говорите, ну что, хочешь, чтобы я была твоей женой? Он крестится и говорит, господи, я хочу только одного, никогда тебя больше в жизни не видеть. И начинает бежать. Когда вы на деньги накладываете так много всего на денежную энергию, накладываете так много страха, обязательств, так много ответственности, так много негативных моментов, потому что из-за них столько страданий. Когда вы страдаете, страдаете, потому что нужно платить, деньги хотят только одного – держаться от вас подальше. Потому что им неприятно рядом с вами, они чувствуют, что вы их не любите, они чувствуют, что вы страдаете. Наше подсознание вообще очень примитивное и умное. Примитивное, потому что оно в основном реагирует всего на две ключевые реакции – удовольствие или наоборот. Антиудовольствие, да, давайте назовем. Страдание, страдание. И то, от чего мы испытываем удовольствие, в нашей жизни становится все больше. А то, от чего мы страдаем, нас становится все меньше. И вот представьте, вы берете в руки телефон, чтобы совершить платеж на кассе, и при этом вы страдаете. Вы знаете, что вы сейчас отдаете деньги, и у вас там их мало осталось на карточке, и непонятно, когда будет зарплата. И вы вспоминаете, и вот эти все страдания вы проигрываете. На энергетическом уровне деньги понимают, что им здесь не рады. И они стараются ночью тихонечко в котомочку собрать вещи, не хлопнув дверью, повернуть ключик и тихонько выйти, просто чтобы никогда больше с вами не встречаться, и не испытывать всех этих негативных моментов, которые вы, по сути, испытываете друг по отношению к другу. Потому что не бывает так, что с одной стороны тут любовь-любовь, а с другой ненависть-ненависть. Нет, люди чувствуют, что они испытывают друг к другу. Знаете, как бывает иногда, вот в моей жизни такое бывало, кстати. Когда, например, раз, и в меня влюбляется парень, а он мне не нравится. Но он так начинает за мной ухаживать, он так начинает так на меня смотреть, что я уже прям не могу на него не обратить внимания, потому что он испытывает ко мне какие-то очень классные эмоции, и он и поступками это подкрепляет. И ты начинаешь уже обращать на него внимание. Помните, есть такая книжка, и там есть фраза «Заговори, чтобы я мог тебя увидеть». И вот ты начинаешь вдруг видеть. То же самое и здесь. Когда мы начинаем проявлять к деньгам любовь, деньги обращают на нас внимание. Они говорят, вот кто это нас так любит? А что это? А что мы не знакомы были раньше? А что мы так редко встречались? А почему так мало? Мы хотим больше с ней быть. Попробуйте при очередных каких-то платежах любых. Радоваться. Радоваться, что у вас сейчас эти деньги есть, что вы можете себе позволить это купить. Попробуйте радоваться воде, которая течет в вашем кране, и за которую вы платите. Попробуйте радоваться тому, что вы живете в квартире, и можете платить за нее коммунальные услуги. Попробуйте порадоваться в супермаркете, когда расплачиваетесь за пакет с продуктами, что вы можете купить себе вкусную еду. Попробуйте порадоваться продукту, подарку, который вы кому-то делаете и можете его купить, особенно если это хороший подарок. Приучите себя покупать хорошие подарки и вы увидите, как отношения с деньгами начнут меняться, начнут появляться новые возможности. Вообще история про возможности, которые на самом деле находятся повсюду, окружают нас круглосуточно, но мы их не видим, это история, наверное, на целый тренинг. Но я хочу, чтобы вы помнили о том, что то, что вы не видите, совершенно не означает, что этого нет. Каждый день вы берете в руки телефон, разговариваете по нему, общаетесь через интернет и при этом не видите, как это происходит. Вы же понимаете, что вопрос не в волшебной коробочке, на которую вы нажимаете, а есть радиоволны и много других всяких разных волн, с помощью которых все это происходит. Вы их не видите, но это не мешает вам пользоваться этим. Точно так же происходит и в жизни. Мы не видим наших энергетических потоков, не видим нашей энергетической паутины, мы не совсем понимаем, как устроена квантовая реальность в контексте видимого, потому что мы люди, нам надо видеть. Вот эта тряпочка, я вижу, она существует, а все остальное не существует. Но если стоит немножечко глубже посмотреть, то мы осознаем, что наш мир уже стал гораздо более продвинутым. Поэтому я хочу, чтобы вы начали получать радость и удовольствие от любого соприкосновения с деньгами. И начали обращать внимание на то, что происходит дальше. Ну а если вы хотите эту тему прокачать глубже, найти те проблемные зоны, которые у вас есть, конкретно у вас. Ведь у каждого из нас есть какой-то свой опыт, свои программы. И очень многие лежат на поверхности. Важно просто знать, где копать. Так вот, мой марафон «Закон и денег», который я вас приглашаю, который длится 10 дней, который максимально прост в своем использовании, но при этом невероятно эффективен. И его прошли уже тысячи моих выпускников. Может вам в этом классно помочь. Стоимость марафона доступна для каждого человека, потому что его задача помочь вам проработать свое денежное мышление и увидеть те огромные пласты, которые по сути очевидны, но незаметны нам, потому что мы никогда в жизни не отбирали эту комнату. Я рекомендую сделать это сейчас. Все детали об этом марафоне есть по ссылке под этим видео, поэтому не поленитесь посмотреть и узнать больше. А я вас всех обнимаю. Желаю вам еще раз, возможно, пересмотреть это видео, если вы сделали это плохо. И для себя написать несколько заданий того, как вы можете прямо сейчас начать работать с «Законами денег», со своим денежным мышлением. Ну, а больше я уже научу вас на марафоне «Законами денег». Всех обнимаю, всем желаю мирного неба, пусть все у вас будет хорошо. И до следующих видео.